Апостол Павел «Вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное». Исходя из этого совета садового апостола, может быть, предложить в качестве наказания ребенку потрудиться. Сделать что-то, заработать. Те деньги, которые он украл у одноклассника, каким-то трудом. Это искупить, чтобы он почувствовал, что это преступление, которое имеет последствия. Чтобы он их сам понес, не видя там крика или чего-то еще, а именно в виде труда, исходя из слов апостола Павла. Важно очень, что ребенок иногда это делает полуосознанно. Он еще не понимает, что это такое нравственное серьезное нарушение. Поэтому здесь надо с ним поговорить и не ругать его так, чтобы связь сердечная не развалилась просто, не разорвалась. Мы сталкивались в нашем храме с тем, что ворует алтарник. У нас это было два раза. И один раз, и другой раз мы по камерам вычислили, кто это делает. Я юношу, подростка, который это делал, вывел из алтаря, потому что он прямо во время литургии в ризнице из одежды священников воровал деньги. Я вывел его из алтаря, объяснил это родителям. Делал это я мягко очень. Конечно, я ни в коем случае не кричал, не ругался, но я сказал, что это неправильно. В результате сначала он, а потом вся его семья перестала ходить в наш храм. И, может быть, я не был достаточно мудр. Второй раз, когда мы с этим столкнулись через несколько лет и также точно вычислили воришку, ситуация была еще страшнее, потому что он воровал священные предметы из алтаря. Удалось вывести его из алтаря, несмотря на то, что он в такую бурю был погружен, удалось его все-таки как-то так вот отогреть, чтобы он это перестал и остался в храме. Это было очень тяжело. И вот мне кажется, что второй раз мне удалось объяснить ему и показать, что он остается мне так же дорог и важен. Но я не могу согласиться на то, что он сделал. А в первый раз не удалось. Наверное, я недостаточно этого показал. То есть я не показал ему, что я его полностью растождествляю с его грехом. Понимаете, как сейчас говорят. То, что мы просим все время от Бога как раз, чтобы он нас растождествовал с нашими грехами. Вот, может быть, здесь надо как-то помолясь, очень тонко зайти на этот разговор, сказать, что мне как-то, допустим, отцу или матери, мне это очень больно, мне очень стыдно, я не хочу тебя обвинять, давай мы искупим это каким-то трудом. Вот там поедем и где-то там поработаем безвозмездно, если уже нельзя вернуть, допустим, то, что он украл. Или пойдем вернем в магазин деньги за этот предмет. Или отдадим в ту семью, чтобы вот через этот стыд, может быть, он и исцелился от этого греха. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok